Мы с вами на главе, которая называется Тазрия Родит или как-то зачнёт Посадить, зачать и так далее Да, потому что вот такой вот перевод Этой главы, здесь много вещей Которые кажутся разными абсолютно Они не разные, просто они говорят на разных уровнях На уровне растительной На уровне животной, на уровне духовной Да Каким образом сажать, растить, получать урожай Рожать Ну что очень важно, эта глава Не то что связана с человеком, она просто о человеке Что на коже человека, что рождает человек Очень близка она к человеку Поэтому, я думаю, интересно будет её послушать Потому что для рождения чего-то нового Необходимо в первую очередь что-то собрать Затем проанализировать Очистить от всевозможных ненужных вещей Которые могут вредить Которые могут быть помехой Отсортировать их Нужное абсорбировать, ненужное выделить И после этого уже рождается новое состояние Поэтому здесь очень много вот таких вот указаний Как же это делать Как о сборе урожая сейчас говорили Как о сборе урожая И в человеке то же самое внутри Внутри матери возникает то же самое То есть рождение любого организма И его развитие Оно происходит абсолютно по тем же правилам Только на другом уровне На уровне животного организма Ну и затем то же самое на уровне нравственном На уровне сознания И так далее То есть в этой главе говорится в принципе о рождении Рождении мальчика-девочки О чистоте и не чистоте женщины родившей О там язвах, которые возникают на теле человека Вот в принципе мы с вами в передаче предыдущей Прошли как бы эту тему рождения Что такое 3 дня, что такое 30 дней чистоты, нечистоты И так далее, и так далее Это мы прошли И мы подошли к теме Ну вот я сейчас зачитаю И говорил Бог, обращаясь к Моше и Арону так Человек, на коже тела которого Появится опухоль или лишай Или пятно И образуется на месте их язва Похожая на язву проказа Человек этот должен быть приведен к Арону Коэну Или к одному из его сыновей Коэнов И осмотрит Коэн язву на коже Тело И если волосы на язве стали белыми И расположена язва глубже кожи тела То это язва проказы Коэн, увидев это, признает такого человека нечистым Первый вопрос, который у меня возникает Написано, не приведет к врачу Как мы привыкли, как бы А приведет к Коэну Ну в общем-то Коэн это самый высший врач Потому что все болезни, они происходят от нарушения каких-то животных Систем Существует одна сила, вот это одна сила И мы относительно этой силы должны работать в равновесии на всех наших уровнях Но природа без нас Неживая, растительная, животная Она находится в равновесии Потому что она этой же силой управляется Инстинктивно и поэтому находится с ней в равновесии А человеческий уровень, он находится не в равновесии И когда он выходит из равновесия Он естественно нарушает и все остальные части природы Не только потому что он с ними взаимодействует физически, в контакте А потому что он с ними просто находится в одной единой системе И даже наши мысли, наши чувства, наши взаимоотношения влияют на какую-то экологию Потому что мы находимся в интегральной системе И получается, что в общем желаем мы того или не желаем Мы ответственны за всю природу Каждый живут Каждый из нас и все мы вместе В основном все вместе Потому что между нами несоответствие Между нами вызывает несоответствие между нами и всей окружающей природой В которой мы находимся как в оболочке И самое главное с той силой, которая управляет всей этой природой Неживое растительное животное и нами управляет Только управляет нами в определенном допуске Она дает нам некоторую свободу Чтобы мы в рамках этой свободы установили с ней равновесие Вот в этой свободе и проблема Нашли формулу равновесия в каждом нашем состоянии И тогда мы уже уравновешиваем всю остальную природу И себя вместе относить на нее И в этой мере мы начинаем ощущать ее, эту внешнюю силу Она начинает ощущаться в нас, между нами И мы находимся на следующем уровне развития, называемым Адам От слова подобный, подобный, вот этой единой силе, называемый Творец